В многоквартирном доме 62-3 на проспекте братьев Коростелевых Оренбуржцы приобрели квартиры два года назад, сразу после сдачи дома застройщиком. А сейчас признаются, устали пересчитывать проблемы. Полный воды подвал в снег или дождь, неудобные пантусы и детская площадка из трех малых форм. Там оттуда, если посмотреть, там такой вид открывается. Там какая-то свалка, там вот эти вот машины здесь строят, здесь это здесь. На этой площадке второй год играют маленькие жильцы дома. И за это время их родители так и не привыкли к мысли о том, что сама игровая зона представляет возможную опасность для детей. Здесь песочница, качели и трансформаторная будка. Наличие трансформаторной будки на детской площадке нежелательно и не совсем приемлемо, правда? Мы стараемся здесь не гулять, уходим на другую детскую площадку. Мы сделаем запросы в Роспотребнадзор, чтобы нам разъяснили именно влияние на здоровье человека. Если нужно будет приносить, значит будем решать этот вопрос, чтобы приносили данную детскую площадку немного подальше от подстанции. Перенести площадку необходимо на расстоянии не менее 10 метров от зоны игры для детей. Это правило прописано федеральными нормами о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Чем руководствовался застройщик, размещая игровую зону именно тут, оренбуржцы недоумевают. Как недоумевают и жильцы домов на проезде промысловом. В аналогичной ситуации они живут уже более 30 лет. Собственники просто смирились с трансформаторной будкой. Сейчас для них большую опасность представляет близкое соседство деревьев и электропроводов. Провода и что-то ветер замкнул, наверное. И вот такие круглые, светящиеся, прям падали. Спрашиваем, конечно, ветка падала уже, но не попала на ребенка, на маму попала. Просили опиловку делать, но что-то не делали до сих пор. Ну, на Лену Курганову, говорит, сухая ветка, по-моему, на проводе прям висит. Надломленные ветки представляют опасность гуляющим здесь жильцам и их детям. Деревья обрубили, однако убирать лежащие ветки приходится самим жильцам. Дворник убрал нашу. Пиловку в охранной зоне электропередачи производят или собственных линий электропередачи, в коем управляющей компании не являются. Или же это производит лицо, на какой территории находятся эти опоры. Но у нас этот дом питается по правильной линии, поэтому те опоры, которые там может быть и проходят, это не наши опоры. Управляющей компании сам не будет, но человек, он должен пришлать. Эта же площадка тоже относится к ним. В управляющей компании пообещали разобраться в ситуации. Добавлю, что благоустроенных и небезопасных детских площадок, как сообщили в Народном контроле, по сравнению с прошлым годом в Оренбурге стало меньше на 30%. Екатерина Донкопей, Федор Бородатский, Краско, Телеканал ЮТВ.